Чем это место так необычно? Мы пришли сюда в поисках силы, которая поможет нам одолеть Мерсера Фрея. Что это может быть за сила? Иди за мной, я все объясню по дороге. Расскажи мне о Соловьях. Гал, Мерсер Фрей и я были когда-то членами так называемой Соловьиной Триады. Триада распалась 25 лет тому назад. Когда Мерсер Фрей предал нас, убив Галуэ и бросив его тело в разваленных святилища Снежной Завесы. Они входили в гильдию воров? Опосредованно. Триаду обычно выбирают из членов гильдии, хотя само ее существование тщательно охраняемая тайна. Какова их цель? Соловьи охраняют храм Ноктюрну, сумеречную гробницу. Кто такая Ноктюрнл? Она, госпожа Ночи и Тьмы, покровительница всех воров в Тамриэле. В первый раз слышу, чтобы воры кому-то или чему-то поклонялись. Ноктюрнл не нужно поклонения и почитания. Никаких жрецов и проповедей, никаких обрядов и пожертвований. Она влияет на нашу удачу, но требует оплаты взамен. Звучит прямо как заказ гильдии. Ты ближе к пониманию, чем осознаешь. Разница только в том, что она не требует оплаты в обычном смысле слова. И цена иногда бывает очень высока. Известно тебе это или нет, именно Ноктюрнл дарует вору успех. Я всего добиваюсь своим мастерством. Никаких высших сил или магии. И опять нужно посмотреть с другой стороны. Приходилось ли тебе подмечать, как ведет себя наша удача? Иногда вор-новичок вскрывает сложнейший замок. А иногда слепой вдруг хватает тебя за руку, когда ты лезешь к нему в карман. Так незримо влияет на нас Ноктюрнл. Похоже, она просто хочет нас помучить. Прихоти Ноктюрнл – великая загадка для всех. На эту тему написаны целые фолианты. Взимает ли она плату, когда мы умираем? Когда мы страдаем, радуется ли она нашему горю? Никто не знает. Но овчинка точно стоит выделки. Я стану Соловьем? Надеюсь, что да. Сюда, пожалуйста. Приветствую! И добро пожаловать в Зейлдер Скроллс 5 Скайрим. Так вот он какой, Соловьиный зал. Я слышал об этом месте, когда вступал в Гильдию, но не думал, что оно и вправду существует. Мнение, что Соловьи просто миф, активно насаждалось в Гильдии. И не без причины. Это помогало отвлечь внимание от нашей истинной природы. Что не так, Бриньюль? Я почти слышу, как на лбу у тебя собираются морщины. Я пытаюсь понять, зачем я здесь, девочки. Я не жрец и уж точно не религиозен. Зачем ты позвала меня? Речь не о религии, Бриньюль. Это деловая необходимость. Так что помалкивай. Это Соловьиный зал. Больше ста лет сюда не ступала нога непосвященного. Теперь, после того, как вы пройдете вооруженную и возьмете Соловьиные доспехи, мы можем начать обряд клятвы. Время уходит, а Мерсера мы пока не нашли. Давай займемся этим. Давай. Первый раз вижу что-то подобное. Ты не спешишь надеть свою Соловьиную броню. Что тебя беспокоит? Я сейчас надену. Надо ее сначала взять. Так. Осталось ее только найти. Инвентарь неудобный. Броня в принципе неплохая. Доспехи 39. Запас сил плюс 20. И 15% сопротивления холоду. Та ожидаемо получше будет. Все равно нам надо ее надеть по заданию. Только придется что-нибудь выкинуть. Иначе мы бегать не сможем. Выкинем сапоги. И щит. Теперь ты можешь дать клятву. Думаю, надо довериться ей и согласиться. Теперь ты можешь дать клятву. И этого хватило, чтобы у тебя голова закружилась? Блин. Ладно, давайте этот меч выкинем. Да сука. Да. Жалко выбрасывать такую броню. Но она слишком много весит. И этого хватило, чтобы у тебя голова закружилась? Теперь ты можешь дать клятву. Угу. Думаю, надо довериться ей и согласиться. Так, девочка. Шмотки мы взяли. Теперь что? За этими вратами вас ждет возможность стать соловьем. Притормози, девочка. Броня мне нравится, но становиться соловьем, это не обсуждалось. У нас нет шансов победить Мерсера без поддержки Ноктюрнелл. Если она решит принять вас в свою паству, следует заключить соглашение. Какое соглашение? Я хочу знать условия. Условия просты, Бриньольф. Ноктюрнелл позволит тебе стать соловьем и использовать твои способности, как ты хочешь. Взамен ты должен служить стражем сумеречной гробницы и в жизни, и в смерти. Ясно. Сыр не бывает бесплатно. Но сейчас, я полагаю, терять особо нечего. Если это означает конец Мерсера Фрея, считай я в деле. А ты? Ты хочешь принести клятву Ноктюрну? Да, хочу. Шевелитесь. Эта чертова крыса мешается под ногами. Думаю, надо довериться ей и согласиться. Думаю, надо довериться ей и согласиться. Мы уже поняли. Извини, Скрэйч. Для тебя места нет. Я призываю тебя, госпожа Ноктюрнелл. Королева тьмы и императрица тени. Услышь мой голос. Ах, Королевия. А я-то думала, когда ты придешь. Потерпела неудачу, так ведь? Моя госпожа. Я отдаю себя в твои руки и прошу о милости. Я признаю свое поражение. Ты и так моя, Королева. Наш договор скреплен давным-давно. Но... Что ты можешь предложить мне сейчас? Со мной двое желающих принести клятву и служить тебе и в жизни, и в смерти. Ты удивляешь меня, Королевия. Такое щедрое предложение. Моё желание сокрушить Мерсера превыше жажды богатства, Ваше Величество. Месть? Как интересно. Хорошо. Условия приемлемы. Приступайте. Молодычица Ноктюрна, мы принимаем твои условия. Мы вверяем себя тебе, как твои мстители и твои часовые. Мы будем чтить тие соглашения и в этой жизни, и в следующей, пока твои требования не будут выполнены. Очень хорошо. Я называю ново посвященных соловнями и восстанавливаю тебя в этом звании, Королевия. А в будущем советую тебе не огорчать мне больше. Теперь, когда клятва принесена, пора раскрыть тебе последнюю тайну. Истинное преступление Мерсера. А он еще что-то натворил? Мерсер смог открыть хранилище гильдии, не имея двух ключей, потому что он украл в Сумеречной гробнице скелетный ключ. Сделав это, он разорвал нашу связь Ноктюрнах и, по сути, вызвал полосу неудач для всех нас. Значит, этот ключ открывает любую дверь? Ну да. Но ключ открывает не только физические преграды. Мы не используем и части талантов, которыми одарены. Великие силы и великие возможности надежно заперты в глубинах нашего сознания. Когда понимаешь, что ключ может открыть и такой замок, возможности становятся бесконечными. Тогда этот ключ должен быть у гильдии. Хотя он может обогатить гильдию безмерно, в конце концов обладание им принесет больше горя, чем радости. Если ключ не вернуть на место в Сумеречной гробнице, гильдия обречена. Со временем наша удача исчезнет совсем. А веришь или нет, лишь поразительная удача позволяет вору держаться на плаву. Первый раз в жизни меня поручают вернуть краденое. О да. В нашей профессии редко приходится возвращать украденное законному владельцу. Пошли. Бринюльф хотел кое-что обсудить, прежде чем мы отправимся в путь. Выслушай его. Че тебе? Слушай, парень. Нужно еще одну вещь решить, прежде чем мы пойдем за Мерсером. Кто будет управлять гильдией? Зачем ты мне все это говоришь? Мы с Корлеей многое обсудили до твоего прихода. Благодаря тебе мы узнали правду о предательстве Мерсера. Когда мы с ним разберемся, останется только вернуть гильдии прежнюю силу. В общем, мы с ней решили, что ты, наверное, сможешь заменить Мерсера на посту главы гильдии воров. Я? Почему я? А ты как же? Я играю в эту игру уже очень давно, дружище. Очень давно. Я крыл цацки узнать и вешал убийства на жрецов. Я это хорошо умею. Наверное, лучше многих. Ну и все. Я никогда не рвался к власти. Не жаждал ее. Она мне не нужна. Я просто не хочу. Я даже не знаю, что сказать. Ну, нам еще кое-что нужно сделать до твоей коронации. Так что давай не будем разнюниваться. Я согласен. Тогда решено. Когда все закончится и люди Делвина мне скажут, что мы снова на Каневской Риме, тогда и обсудим детали. А пока у нас работы по горлу. Значит, мы должны найти их первыми. Я внимательно изучил эти планы, и я уверен, что глаза Фалмера лежат в две мирских руинах Иркнтанда. Мы с Корли будем тебя там ждать. Приготовься, парень. Эту битву мы надолго запомним. Думаешь, у нас есть шанс против Мерсера? Если бы меня спросили об этом вчера, я бы ответил нет. А теперь, я думаю, шансов у нас стало больше. Слушай, может, я и свихнулся, но я доверяю Корли. Не думаю, что она поведет нас на смерть. Ну, и я лучше умру с кровью Мерсера на клинке, чем буду всю жизнь жалеть, что не решился на поступок. Что ж... Значит, мы соловьи. Да. И то, что говорила Корли, начинает обретать смысл. Мерсер подпортил нам репутацию и обчистил нас. Но такое даже для него уже слишком. Старый Делвин все говорил о проклятии, а мы смеялись. Кажется, теперь его черед хохотать. До встречи, парень. Пакета. Так, мы на месте. Тут обосновались бандиты. Тебе нельзя взять вверх. Тебе нельзя взять вверх. Плени Альфы Корлия должны быть уже тут Видимо они незаметно прошмыгнули Но лично я предпочитаю идти в лоб Ах ты сволочь Я до тебя доберусь Скотина Они поставили капканы Господи Да ты страшнее ядерной войны Зелье мне понадобится Это какая-то ловушка А давайте сюда заманим врагов Сюда, сюда Я здесь Попались Мы насадили их на эти пики Как мясо на шампур Жалко что мясо соскочило Ауч Надо захилиться Золотишко Что еще новосценного Неплохие сапожки Я думаю что я могу уже другие надеть Не обязательно в броне соловьев бегать Жалко что interpreted Что ничего чего Я пойду Пробеш剛 Я пойду Тут А для нас Это Чем Как ㄱ Э С Вот так модно мы выглядим Ботинки это лицо мужчины Это мы открыли ворота Тебя еще я не обыскивал Тебя еще не обыскивал Ну и где наши воробушки Ну то есть соловьи Соловей мой, соловей Да, теперь я вижу, что они тут проходили Куча убитых бандитов Но добычу с них не скоммуниздили Что они за воры такие? Я не знаю, что они за ворота Ё-моё Где вы были, когда мои друзья тут проходили? А, ну слушайте, с ними они тоже сражались Да ёлки-палки Они опасны Нужно было идти вместе Мы бы прикрывали друг другу спины Я не знаю, что они за ворота Желательно залезть туда, где они нас не достанут Сюда Универсальный способ победить того, кто сильнее тебя Здесь они точно смогут дотянуться А ну-ка на эти камни А ну-ка на эти камни Ес Спокойненько отсюда их расстреливаем Ну что же вы What the fuck А ну-ка А ну-ка на эти камни А ну-ка на эти камни Ты где там застрял? Давай, сюда езжай Субтитры добавил DimaTorzok Мало мне этих жестяных банок Так еще они духовку включили Эти паучки не так опасны Пожалуй, сохранимся Субтитры добавил DimaTorzok Вот же сволочи членистоногие Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Да, вот это богатство Дима Торзок Ничего не скажешь Здесь водятся эти слепошарые эльфы Заметили нас Они точно слепые Из лука стреляют вполне себе метко Субтитры добавил DimaTorzok Добавил Дима Торзок Добавил Дима Торзок Добавил Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok И собственный интеллект, конечно, огонь Кстати, у нас новый уровень Я что-то подзабыл про это Тейк Крушитель черепов Это недоступно Силовые атаки стоя Наносят 25% дополнительного дамага С некоторым шансом Отрубить противнику башку Так, нам надо сюда Но как открыть эти ворота? Значит, где-то должен быть рычаг Девушки отдыхают Что это было? Не знаю, запечатайте Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Только войдешь во вкус Еще один день жизни Может быть тут Это сложный замок Но я уверен, что госпожа Ночи нам поможет Ворота не открылись И вот почему Их открывают Несколько рычагов Судя по всему Еще где-то есть Наверное там Идем Идем Похоже мы можем пройти через зал Да наплевать Пойдем По низу Стой По низу Кто? Твоя смерть будет выяснить! Благословим ты! Благословим ты! Еще один день жизни! За мной, господа и дамы! Больше некому! Нужно найти другой путь! Мерсер смог обвалить всю конструкцию? Это ключ, Бриньольф! Трудно представить, на что он способен с ключом в руках! Хватит болтать! Лучше помогите мне! Благословим я! Высота, Галая! Девушка, Бриньё! Благословим ты! Учий день жизни! Еще один день жизни! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...